Совет фарисеев Иисусу удалиться из владений Ирода Ирод Антипа услышал обо всем, что делал Иисус, и старался разузнать, кто Он. Одни говорили ему, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а третий, что один из древних пророков воскрес. Такие же мнения были сообщены самому Иисусу апостолами, когда Он спросил их, за кого почитают Меня люди, от Марка 8, 24. Но из всех этих мнений Ирода тревожила одно — «Не Иоанн ли это, которого Я обезглавил, не будет ли Он мстить Мне?» и искал случая увидеть Иисуса, чтобы удостовериться, насколько верны Его предположения. В то же время пришли к Иисусу некоторые из фарисеев, и под видом особого расположения к Нему посоветовали Ему удалиться из пределов власти Ирода. «Ибо Он хочет убить тебя», — говорили они, от Луки 13, 31. «Фарисеи не могли дать такой совет Иисусу из-за расположения к Нему, так как всегда и везде оставались открытыми врагами Его. Поэтому надо полагать, что они посланы были самим Иродом, который опасался возмущения народа, всегда толпами следовавшего за Иисусом, и потому естественно мог желать, чтобы Иисус удалился из-под властных Ему областей». Понимая хитрость фарисеев и подославшего их Ирода, Иисус сказал, «Пойдите, скажите этой лисице, что Я изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». От Луки 13, 32. Лисица хитра, лукава и кровожадна, поэтому Христос и назвал лисицей хитрого и кровожадного Ирода. Слова же «сегодня и завтра» и «в третий день кончу» нельзя понимать буквально, потому что до прекращения изгнания бесов и совершения исцеления Иисусом, то есть до Его крестной смерти, оставалось еще значительно более трех дней. По мнению Феофилакта, слова «сегодня и завтра» означают большое число дней. По мнению же епископа Михаила, слова эти составляли народную поговорку, означающую, что известное действие будет продолжаться до известного времени, впрочем, недолго. «Сказав это, Иисус добавил, что не страшится никаких угроз Ирода уже потому, что не было примера, чтобы пророк погиб вне Иерусалима» от Луки 13, 33, «и что и он пострадает там же, а не в Галилее или Перее подвластных Ироду». Субтитры создавал DimaTorzok